Дверь открыта. Добро пожаловать. Умный домофон и входные двери с бронированным остеклением. Такие новшества появились в этом доме после капитального ремонта. Теперь в подъездах установлены почтовые ящики антиспам. А это значит, что люди навсегда избавились от ненужных рекламных листовок. Привели в порядок электропроводку. Их собрали специальные железные короба. Как рассказывает Елена Наумова, такой ремонт они ждали очень давно. Был просто кирпичный, обыкновенный кирпичный дом. Но когда его выкресли, он, конечно, преобразился. Единственное, нам большое спасибо обделали балконы всем одинаковые. То есть они как-то были у кого-то по новей, у кого-то старые. Подобным капремонтом в этом году порадуют жители 234 домов. Для половины из них уже определены подрядчики. В домах заменят лифты, системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Отремонтируют крыши и подвалы. По словам председателя комитета ЖКХ города, по сравнению с прошлым годом, в 2019 капремонт стартовал более уверенно. Продолжается ремонт бывших общежитий. На 2019 год в программу включено 10 таких домов. Согласно требованиям действующего законодательства, в 17 домах при проведении капитального ремонта будут выполнены мероприятия по обеспечению доступности домов для маломобильных категорий граждан. Эти мероприятия предполагают установку пандусов и дополнительных поручений. На все работы выделено почти 2 миллиарда рублей. 85% этой суммы собрали сами собственники помещения, рассказывают жилищники. Сейчас уже ведется разработка проекта с медной документацией по 192 домам на следующий год. На капитальный ремонт в 2020-м планируют потратить почти 55 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова